У меня запись, что я в 81-м году принят в штат на должность проректора, уже назвали проректором, хотя раньше эта должность была заместитель директора партийной школы, нет, уже назвали проректором, поэтому я в 81-м был принят. Здание, вот это новое, ну его строили в период, когда уже я работал проректором, у нас сразу же столкнулись мы с такой большой проблемой, здесь внизу под ним, под этим зданием, вам это неизвестно, уже сейчас издать не будете его, вряд ли, текла речка, она и сейчас течет, называется она монастырка. И она сначала берет из-под монастыря, под дорогой проходит, это уже все внизу, у технику, у пищевого она выходила наружу и текла. Вот, когда я пришел сюда, и потом строительство уже начали, я думаю, что такое, почему стройка не идет, вот аудиторный блок стоит, он нормально, он не на этой речке стоит, а остальное просто котловат был, и он заполнен водой. Представляете, как-то большущий котловат все-таки, заполнен водой, а летом в нем купаются ребятишки. Ну что, вода-то чистая, самая настоящая речка, проточная вода, купается там из этих блоков, прыгает в воду. Мне это довольно любопытно было, я думаю, ну в чем же дело-то все-таки. И когда начали разбираться с этим вопросом, вместе с граждан проекта, то попросту выяснили, что его затопила речка, монастырка. Строительство прекратили, приехал Ворошилин, это заместитель начальника глав среднего строя, в состав которого входило, это было большое объединение на Урале, оно занималось строительством, всем организовывало строительство. Приехал, отругал всех, вы что, не знаете, что делать. И тогда сделали так, попросту говоря, проложили азбоцементные трубы по всему, поэтому, сначала насыпали гравий, положили трубы азбоцементные, наделали в них много-много отверстий и сыпали снова гравием. А эти азбоцементные трубы воду собрали и отвели в канализацию. И до сих пор вот эта сейчас схема, она работает, то есть вода под всем учебным корпусом, она собирается в эти азбоцементные трубы с дырками, там где у вас сейчас компьютерный центр, ее не видно просто, пол заделан и все чистенько. А вода, под ним уходит вода через гравий, через азбоцементные трубы в канализацию и сливается дальше. Финансирование как бы шло через обком партии. Все это строилось на членские взносы коммунистов области. Вот это здание, общежитие, все это, ну не это здание, оно учебный корпус, деньги оттуда шли. Сейчас только лишь, как говорится, темпы набраны, студенты есть, академия востребована. Надеюсь, что и в дальнейшем будет так же и хочется пожелать просто в дальнейшем это процветание академии еще, как бы упадок идет высшее образование на академии, дай бог, чтобы это не коснулось, чтобы вы получали настоящее образование, а преподаватели отдавали то, что имеют, также по-настоящему с душой для вас. Я появился в этих стенах в апреле 1988 года. До этого я работал в Уральском отделении Академии Наук, был уже заведующим компьютерной лабораторией в одном из институтов и пришел сюда больше из любопытства, потому что по тем временам Высшая партийная школа была несколько таинственным местом. И поэтому я на работу очень не напрашивался. Потом меня сразили предложением, когда мне предложили зарплату в два раза больше, чем я получал, и меня купили. И я об этом не пожалел, поскольку оказалось вообще-то интересно. Компьютеры, с которых все здесь начиналось в этих стенах, выглядели вот так вот. Это Super FM BK2010. Ну, правда, в комплект, видишь, компьютер здесь, и клавиатура, и компьютер, но в комплект шел телевизор для отображения информации, и еще в качестве внешнего устройства обычный бытовой кассетный магнитофон. Техника не затеялива, но поскольку в те времена компьютерная техника была еще в диковинку, то даже взрослые люди, слушатели, которые были в Высшей партийной школе, с удовольствием занимались на этих компьютерах. Желающих не было отбоя. Но быстро все изменилось, поскольку было решение о компьютеризации партийных органов, принятые от ЦК КПСС, технику мы стали получать в большом количестве. Первые машины, это были SM1420. Ну, по тем временам это были компьютеры современные. Техника, за которую, в мою пытность, в академии нудрались директора институтов, академики, а здесь мы получили просто так. Так, сделали мы большой компьютерный класс, оборудовали его кубинскими мониторами, 20 штук, и занятия можно было уже вести достаточно полноценно. И так у нас было до того, как скончалась партия и государство, а потом наступили новые времена. Начался Уральский кадровый центр, и мы стали покупать уже импортную технику, IBM-овские компьютеры, которых мы, ну, как вы знаете, регулярно покупали много-много, и все больше и больше. И у нас дошло до 100 штук в год. Мы обновляли сейчас, мы очень хорошо оборудованы этой техникой. У нас не осталось ни одного рабочего места без компьютера. Ну и для студентов тоже куча компьютерных классов, в которых они могут заниматься, работать сколько хотят. В 1990 году произошел забавный случай. Как-то так получилось, что ребята из обкома парки, компьютерщик, казались шустрее наших. И та техника, которая нам предназначалась, и деньги на комплектующие расходные материалы, все попали в обком. И мы остались без средств существования на целый год. И Виктор Михайлович Самков послал меня ходатаем в ЦК КПСС попробовать, ну, все-таки получить деньги. Ну, я с некоторой робостью приехал в ЦК КПСС. По ошибке попал даже в приемную главного финансиста. Финансиста партийного. Но мне сказали вежливо, что я не туда попал. И отправили меня к человеку, помню, называли его Николай Федорович. Оказался наш замилляк из Первого Уральска, который курировал все партийные финансы от Урала до Дальнего Востока. Надо сказать, что он отнесся к нашим проблемам очень душевно. Вот сказал, ну, мне нужно срочно официальный документ. Мне пришлось в тот же день улететь в Свердловск, сделать документ, подписать его в коме партии и вечером обратно в Москву, чтобы на следующий день предстать уже перед Николаем Федоровичем с этим документом. Ну, он сказал, все, постараюсь помочь. Вот, я уехал. Каково же было удивление, особенно Ивана Александровича Овчинникова, проектора ПХЧ, на нашу лабораторию денег дали в два раза больше, чем ему на все содержание на год всех зданий и сооружений. Он был этим несколько даже обижен и обескуражен. И не просто дали деньги. Под те деньги дали фонды. Потому что в те времена деньги еще мало что значили. Главное было получить фонды. То есть оборудование, которое стояло за деньгами. Ну, с этим обстояло все хорошо. Когда я появился первый раз в этих стенах, меня, надо сказать, сразили интерьеры. По сравнению с той скромностью, которая была в наших академических институтах, ну, здесь показалось просто шикарно. Ну, так вспоминается в качестве некоторых деталей. Допустим, в кабинетах лежали ковровые дорожки. Каждое утро ставили графин свежей воды в кабинет. И даже когда читали лекции преподавателю, приносили каждый час стакан свежего чая, ставили перерыв. И вот пара, значит, на каждые 45 минут всегда менялся стакан чая. Как это успевать, я не знаю. Всем сотрудникам, с которыми я начал работать, очень нравилась наша столовая. Был преподавательский зал, в который ни под каким видом слушателей в КПШ не ходили. Поэтому не было абсолютно никаких очередей. Мы всегда ставили вопрос, и все, кто союзных, собрания партийных, что еще нужно улучшить питание преподавателей, чтобы преподаватель и сотрудник могут за 10 минут вполне пообедать. В перерывах. Качество было как в хорошем ресторане. Целы были как в дешевой столовой. Вот это было очень приятно. Продолжение следует...